В прошлом видео мы рассматривали науку ушна раковина, где тут показано оборудование и что использовано, но здесь использовали в основном наушники. И некоторые написали, что а что если было бы настоящие колонки, то есть приближенно к природе. И давайте посмотрим новое исследование. Для очередного видеоролика Сталкер предложил выполнить еще пару замеров, которые он потом прокомментирует. А вам я предлагаю просто совместно их провести и озвучить, что сейчас будет происходить. Тут вот я из спичка желудей намутил такой стенд, который будет удерживать наш микрофон и прочую измерительную аппаратуру. Он стоит на оси с колонкой. То есть будет воспроизводиться свептон, который будет попадать куда-то сюда, относительно высокочастотного динамика. Будет стоять просто микрофон, и мы его повернем под разным углом. И будет стоять стенд с искусственным ухом, который был в предыдущем видео. Точно так же он будет поворачиваться. Кроме того, будет еще один стенд, у которого отсутствует внешнеушная раковина, а просто прямое основание и канал, как здесь. Собственно, все. Для начала проведем измерение обычным микрофоном, который будет установлен на оси с колонкой, а потом повернем его на 90 градусов. Чтобы убедиться, что он стоит корректно, собственно, вот колонка, вон там микрофон. Теперь по тому же самому принципу расположим стенд с искусственным ухом. Ну и в качестве последнего будет стенд, который представляет собой как бы ушной канал, такой же глубины, как был на искусственном ухе, и плоский фронтальный срез. Сразу скажу, что где-то установил панели, ковер очень хорошо поглощает, и на потолке тоже довольно толстый слой звукопоглощения. И так же он отметил, что эти шторы хорошо поглощают высокий частот. Экспериментально проверенный хлопок ладошки, и когда вот эти шторы закрыты, то все. Именно эхо реверберации хлопка ладошек практически к минимуму. А когда все открыто, видно окно, и уже эхо слышно. В целом получилось хорошее звукопоглощение, но если ближе к стене, то, как всегда, бас появляется очень сильно. А если находиться в центре комнаты, то вакуум баса. Баса практически нету. Довольно ровная АЧХ для такой колонки, как домашний кинотеатр. Микрофон откалиброван специальным файлом, который есть у него из прошлого видео. Клетка 5 лицбл. Я вам сейчас покажу и даже специальную подсказку. Вот просто микрофон направлен на ной грозы. А вот эта трубка направлена микрофон вот здесь. И смотрит сюда. Стенд без ушной раковины. Стенд с ушной раковины. И микрофон здесь тоже ноль гроза именно смотрит сюда. То есть глаза смотрим вверх, а микрофон сюда. И смотрим здесь. Добавляется наша новая проекция. Здесь вот красным цветом. Это вот настоящее ухо, которое уши именно смотрит на пищалку. Прирост на 2 кГц. И убивает почти 8 кГц. Возможно предположение, что убивает именно вот эта маленькая фигулина, которая именно фокусирует, нужна для этого води. Так вот идёт звук, отражается. Фигулина от этого отражается и дальше уходит сюда. Но в нашем случае вот эта фигулина скорее всего заглушает. Звук идёт сейчас сюда. Это заглушает и не может пройти. Возможно из-за этого случая попадается такая вот кривина. Смотрите, значит между ухо 0 кГц и ухо 45 кГц незначительная разница. 2 кГц только сильнее, незначительная разница. Всё примерно так же. Но вот если вот под 90 кГц, то есть именно как глазами смотрит на пищалку, вот здесь уменьшается 1 кГц и 4 кГц уменьшается. И совсем плохо с высокими частотами. Как именно ушная рафина влияет на поворот головы. Тоже ладно, микрофон с трубкой, как я показывал. Микрофон с трубкой. Трубка вот эта, номер 2. И плоский стенд номер 3. В чём разница? Микрофон с трубкой вот это. Резко 2 кГц и всё вниз. А плоский стенд именно из-за поверхности добавляется, вот смотрите, от 400 до 800 добавилось 1600. То есть кратно от 400 до 800 до 1600. То есть 1600 увеличивается, а от 3200 уменьшилось. Именно из-за головы. Сама голова фокустирует в звуковые волны. Низведьма есть уж на раковину или нет. Она уже фокустирует в звуковые волны. И вот добавляют вот такие вот частоты. Конечно, этот стенд у нас прямоугольник. А голова у нас круглая. Какие-то частоты будут по-другому. Но в целом видна картина, что сама голова тоже функционирует. Оба полоски стенд, что будет ещё под 90 градусов и под 0 градусов. То, что коричневым цветом, это смотрит прямо на пищалку. Микрофон. Да, даёт сильно природа на 2 килогерса и вот это вот. Но убивает все высокие частоты. Под 90 градусов. Как будто бы голова повёрнута и глазами смотрит на пищалку. Без ушной раковины видите, насколько провалена вся. Все высокие частоты провалены. То есть необходима реально ушная раковина. Представь себе, что у нас нет ушной раковины. Голову повернули, и все высокие частоты вообще нет. Так, вот это интересно, кстати. Любопытно. Лицо повернули. Теперь глазами смотрят на пищалку. Ушная раковина нам даёт вот это прирост. И вот это прирост. А вот это наоборот отрицательно делает. Ещё хуже делает. Вот только четвёртый вариант. Насколько сильно добавляется или снижается при повороте головы. Значит, красный цвет. За то, что уши смотрят на пищалку. Красный цвет. Вот самый крайний верх. Уши смотрят на пищалку. Вот этот цвет. И теперь глазами смотрят на пищалку. Теперь вот в самом низу. Вот сюда. Чуть голову повернул, и слышно вот это. Чуть голову повернул сюда, слышно вот это частоты. Туда повернул, вот это слышно. Что ж, давайте подведём итоги, что нового мы узнали из этого эксперимента. Именно на колонках, а не в наушниках. Во-первых, это то, что голова вносит какие-то свои коррективы. Вот здесь видно, здесь и здесь. Во-вторых, ушная раковина здорово помогает именно на высоких частотах. Когда смотрим глазами на объект, то нам нужно слушать высоких частот. Вот именно ушная раковина помогает здесь и вот здесь. Без этого мы бы вообще глохли на высоких частотах. И в-третьих, независимо от того, что у нас есть, именно ушной канал даёт резонанс на 2,5 кГц. С этим мы ничего делать не сможем. Почему мы, собственно, это не слышим особого? Потому что мы уже привыкли. Также привыкли, как к свету, лампа накаливания вечером. Лампа накаливания, он даёт много красного спектра. Но мы уже привыкли к так, что он даёт белый цвет. Мы его только замечаем настолько сильно, когда мы фотографируем какой-то фотоаппарат. В нашем случае, это ушная раковина. Искусственный стенд, где мы можем видеть на целых 20 дБ. Это просто фантастика. Так, если у вас появился интерес и вопросы к Саше, то я оставлю почту. А тем, кто ещё не видел старое видео, то рекомендую вам дарить на науку ушной раковины. Вы видите, где условия эксперимента и как всё это сделано.